Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо» Я Роман Карасьев, сегодня мы в гостях у Сергея Геннадьевича Табакова в офисе ФИАС И мы говорим на разные темы Системы наука и боевое искусство Конференция, посвященная столетию со дня рождения Евгения Михайловича Чумакова Которая прошла в двух форматах, как я знаю Вам слово, расскажите, как это было Так совпало, что предыдущие два года были непростые И сначала мы успели провести конференцию в феврале 2020 года И потом был большой перерыв, связанный с карантином, с пандемией И, в принципе, прошлый год был ознаменован тем, что Евгений Михайлович Чумаков В 21-й год исполнил 100 лет И нам, конечно, хотелось, чтобы этот год был каким-то особенным И сам формат конференции И то, что предшествовало, и то, что сопровождало все эти мероприятия Ну, понятно, что хочется многого, да Но жизненно диктует свои, в общем-то, правила Приходится адаптироваться То есть нам не удалось в феврале провести То есть мы планировали, что приедут представители различных стран И сделаем это красиво, сделаем это вкусно С приглашением и была договорена с министра спорта И при участии президента Международной федерации Василия Борисовича Шостакова И Всероссийской федерации самбо То есть мы планировали такое хорошее, интересное В общем-то, сделать праздник, посвященный 100 летию учителя Но, к сожалению, не получилось То есть опять были, в общем-то, сложности для того, чтобы сделать, перестроиться И сделать дистанционно То есть в Зуме, к сожалению, не хватило времени И мы отказались в феврале Но предполагаю, что, как люди говорят, что не получилось на день рождения Весь год можно праздновать этот праздник Соответственно, мы определили, что перенесли Ну, предполагая, что чемпионат мира состоится в России И так далее Тоже пошли определенные накладки И в итоге мы решили, чтобы уже ничего не срывалось Мы проведем в онлайн формате И мы проведем его на английском языке То есть вот такой практики у нас не было У меня есть опыт участия в международных конференциях на английском языке Мне почему-то захотелось, чтобы не только наши студенты, аспиранты и преподаватели Больше узнали об Евгении Михайловиче А все-таки расширить географию То есть я считаю, что так же, как и сам бы Евгений Михайлович принадлежит, в общем-то, другим народам В том числе, то есть это личность такого международного масштаба Может быть, он не был функционером международной федерации В смысле, как бы не занимал никакую должность в международной федерации Но это достаточно мало людей знает о том, что он подготовил очень много специалистов для зарубежных стран Ну, в частности, допустим, не аспирант, но его студент Который являлся долгое время на самтохтох То есть тренер национальной сборной по самбо А потом сборная Монголии по дзюдо То есть это был его студент Причем он говорит, ну, да Приехал, говорит, по вольной борьбе Ну, их много Он говорит, давай попробуем по самбо Там тренеров по вольной борьбе столько не нужно И как-то так сложилось, что в итоге То есть он согласился И уже в 73-м году на чемпионате мира Он был в составе делегации монгольской И занимался подготовкой команды Ну, а сейчас мы знаем его как известного тренера То есть я был в Монголии, общался Ну, и принимают Знаете, у них есть такой очень красивый ритуал Когда он подходит И в знак такого глубокого уважения Он дарит, значит, такая лента Атласная, красивая То есть какой-то сосуд То есть это была серебряная такая чашка И в чашке должна быть, ну, какая-то еда Там какие-то конфеты И когда вот он хотел это сделать Ну, как бы это обращение То есть я вижу у него прям Он прям посерьезнел, да То есть лицо Ну, чуть ли прям там слезу даже не выдавил То есть это было как-то для него волнительно Ну, и как бы знаю, что мы различные поколения учеников Чемакова Он об этом очень хорошо знает Всегда хорошо встречает И вот когда я был в Ламбаторе Он сделал этот презент И сказал очень теплые слова Боргей Михайлович И у меня есть фотография Где он в Сербии проводит семинар Вместе с Святозаром Михайловичем То есть это тоже мало знают Он рассказывал И когда я уже приехал сам в Сербию Когда пазлы сошлись, да То есть когда, будучи студентом Он рассказывал, как ему понравилось В Югославии, да И в современной Сербии Когда мы приехали на первенство мира Привезли студентов на чемпионат мира Где Дмитрий Максимов выиграл мир И в разминочном зале к нам подошел Какой-то взрослый мужчина И сказал Вы откуда? Из Москвы Из института физкультуры Да, а Чумакова знаете? Как же это? Это учитель наш Он такой говорит Да Я тоже хорошо знаю Виктора Михайловича Он здесь был Он проводил семинары Это мой друг Это мой учитель И так Внезапно Еще он был тогда жив В 2002 году Святозар Михайлович Ну, в общем-то Основатель самбо и дзудо В Югославии То есть такая вот личность Вечером нас пригласил в ресторан И мы весь вечер вспоминали О Бавгене Михайловиче И мне было это тепло Как будто это Ну, обо мне говорили, да Потому что когда говорят об учителе Дорогого стоит Ну, Адам Марек Да, то есть Преподавал в Кракме Сейчас на пенсии Приехал К Гумену пришел Он реектором был тогда Виктором Михайловичем И дзудаист И говорит Ну, чем ты хочешь заниматься? Ну, вот мне нравится Что-то такое Модельные характеристики Разработка всяких планов Техника, тактика Но Игуменов сразу не задумал Сказал, это к Чумакову И таким образом Адам Марек Оказался у Чумакова Защитил диссертацию Даже участвовал На международном турнире Тогда как раз пошли эти турниры Международные в Баку И даже был призером этого турнира То есть Ну, будучи аспирантом у Чумакова И в 2004 году Мы провозили чемпионат мира Подзюдо Среди студентов И, к сожалению, не попал на похороны Евгений Михайлович Очень переживал Когда мы встречались Где-то пересекались На соревнования Мы с ним В один из дней Чемпионат мира Подзюдо Среди студентов был Это был декабрь месяц Он говорит Сергей Ну, а давай мы как-то Подстроим наше расписание Соревнования в 12 Начинаются Мы рано утром В субботу поедем На кладбище Где учитель похорон Ну, я, конечно То есть Мы рано встали Я заехал Забрал его на машине Поехали Троекурово Троекуровское кладбище И Неожиданно Он встал на одно колено Как католики Да Молятся И На снегу Вот он молился И Ну, это сказал Что Сейчас у меня душа спокойна Что я Пообщался с учителем Ну И я могу долго рассказывать О том, что Евгений Михайлович Он интернационален Да То есть Он готовил кадры Для Неважно Мы сейчас говорим Самбо, цюдо То есть Мы говорим Это люди Это ученики Которые разошлись По всему Белому свету И мне было очень приятно Сделать это Причем Всегда хочется Сделать то Чего Ну В общем Нужно делать Немножечко С напряжением Таким Да С каким-то таким Ну Словно Я Сам Не говоря Там Профессионально На языке Взялся Участвовать Открывать конференцию Мне помогли Мне помогли коллеги С кафедры Иностранных языков Приехал Патрик Дритц Чемпионата мира Тоже был в жюри Этой конференции Были преподаватели Была доктор наук Профессор С кафедры физиологии Которая говорит На английском языке То есть Вся конференция Прошла на английском языке То есть Мы сделали Обращение С титрами На английском языке Приветствия Министра спорта Лега Васильевича Матыцына Приветствия Василья Борисовича Шостакова Приветствия Ректора Все это было дублировано С английским языком То есть Конференция Вся проходила Все диалоги Проходили на английском языке Свои доклады Пленарные Я посвятил Наследию Евгения Михайловича То есть Вот Я как раз Перед этим Рассказывал Адам Марек Владимир Дзуренда Из Словакии И так далее То есть Это было интересно То есть Я рассказал Ну и собственно говоря Что Сегодняшний день Как мы продолжаем Традиции Какие направления В науке Мы выбираем Какие То есть Зная прошлое Мы можем Планировать будущее То есть Соответственно И настоящее Поэтому Ну получился Такой хороший На мой взгляд Интересный Познавательный Доклад Но И В принципе Вот у нас Приняло участие 10 стран Около Больше 20 Участников С докладами То есть Это Испания Италия Япония Китай Сербия Сербия Хорватия Польша И Я скажу Что Многие доклады По Своему Весу Потому что Допустим В Италии В Испании Очень сильная Лаборатория То есть Там очень много Было исследований Посвящено Физиологии Все связано С единоборствами То есть Там не было Ничего Того Что Не касалось Единоборств Мы Достаточно Как всегда Широко Представлены Это И Помимо Самбо Это И дзюдо Это И греко-римская Борьба И вольная Борьба И Различные Восточные Боевые искусства То есть И карате И тэквондо То есть Всегда Можно Поучиться Так сказать Братьев По Разуму То есть И всегда Есть какие-то Интересные Наработки Мы с удовольствием Делимся И Там были Статьи И доклады По фиктованию То есть Вот В этом плане Евгений Михайлович Всегда был Такой Вот Достаточно Открытый Для коммуникации И Говорят Что всегда Можно Вкусное Если Под правильным углом Да То есть Это рассматривать Зрение То можно Всегда Чему-то полезному Научиться Наших коллег Ну Много Да То есть Это была И юбилейная Конференция Там 20-я И Она Посвященная Столетию Евгению Михайловича И Впервые На английском Музыке Мне Интересна Ну вот Реакция Различных Людей Первая Моя реакция Да То есть Я когда Уходил У меня Ощущение было Что я Лечу То есть Было такое Состояние То есть Я запланировал И я Это сделал Да Это было Тяжело Но получилось И не было Состояние Усталости А было Состояние Какой-то Эйфории Ну Это хорошо То есть Я считаю Что это Очень хорошие Показатели Я увидел В чате И в выступлениях Когда мы Подводили итоги И назвали Отметили Там Ну Скажем так Докладчик То есть Там не было Первого Второго Третьего Там было Пять человек Мы отметили Особенно отметили Доклады В той или иной Сфере И это было Ну То есть Мы это озвучили В конце Обратная связь То есть Вот эти Аспиранты Эти молодые Ученые Они в чате Написали Они Попросили Слово Сказали То есть Они Были рады Что Они Их пригласили Участвовать В этой конференции Получился Какой-то Такой Своеобразный Хороший Задан Такой Градус Очень Интересный И Неожиданно То есть Оно Обычно Конференция Конференция А тут Посвящено Единоборствам Они Видят Коллег Со всего Мира И Получилась Очень Такая Хорошая Такая Рабочая Конференция С интересными Докладами С интересными Разработками То есть Есть Чему Поучиться Есть Что Скорректировать На будущее Своих Исследований Потому что Жюри Очень активно Задавало Вопросы И Ну Так Наверное Совпадение Заведующая Кафедра Иностранных Изыков Нашего Университета Ее Отец Один Из Первых Мастеров Спорта В Саратове И Она Говорит Ну У меня К самбо С детства Особые Отношения Хотя Она По Специализации Стрелок Но Она Говорит Самбо У меня На Особом Месте Находится Таком Почетном Потому что Мой Папа Один Из Первых Самбистов Мастеров Спорта Которая Ну Собственно Говорит Эта традиция То есть Я не занималась Но К этому Отношение Очень Такое Тепло И Вот Само Жюри Оно Такое Достаточно Разноплановое То есть Это Преподаватели Лингвисты То есть Это Люди Соответственно Это Преподаватели Физиологии Это Патрик То есть И они С Благодарностью Что Они Говорят Вот В этом Году В мае Будет У нас Конференция Ежегодно Проводят Каферы Иностранных Языков На английском Языке И Их Предложение Было Давайте Сделаем Секцию Единоборства В рамках Этой Конференции Поэтому Я Не Сомневаюсь Что То Что мы Запланировали То Как я Это Видел Удалось Реализовать Это Был Такое Ну По моим Ощущениям Очень Такой Хороший Праздник То есть По сути Вы Все-таки Смогли Столетие Евгения Михайловича Сделать В год Его Столетие Да То есть Ну Получился Некоторые Теоретики Истории Там Историки Самбо Говорят Что Вот Тот Приказ Который В 38 Году 16 Ноября Был В общем-то Как бы Дал отсчет Развитию Самбо Мы Как раз В этот день И проводили То есть День Самбо И То есть Если не в день рождения То в день Самбо То есть Ну Мы как-то Привязали Это И было Очень сложно У нас был Один день Мы прилетели С чемпионата Мира Из Ташкента И практически Это Это Нужно И для Международного Самбо Чтобы люди Могли Ознакомиться С этим Материалом Чтобы не было Этой дискриминации Что только на русском языке Но сборник То есть Достаточно Объемный Там Около 250 Страниц Пополам Продолжать Если Что конференция Вдалась Я как понимаю Что В 22 Году В этом Новом Году Вы уже Вернулись Обратно В то же Русло Так сказать В те же Временные Отрезки Которые Мы проводили Да Мы провели 16 февраля День его рождения Традиционный Но в данном Случае Ну как бы Вот Ничего Не Как бы Меняя То есть Конечно Хотелось бы Что-то То есть Попробовали Получилось И Понравилось И хотелось бы Продолжить Но в этом году Мы провели Традиционную Эту конференцию В феврале Появились Новые Участники Новые Люди И В принципе Ну вот Она живет Эта конференция Мы продолжаем Она была В формате Всероссийско-смежородным Участием Всероссийско-смежородным Участием Докладчики Вы не взяли Опыт Англоязычной Конференции Из Зума Чтобы докладчики Были И на английском И на русском Языке Не продолжили Нет Здесь Здесь Есть Определенные Сложности Но я Пытался То есть К нам приезжали С какой-то Периодичностью Из Сербии Из Италии Получается Немножко Такой Диссонанс И я Сказал Из старшего поколения Были Наши Коллеги Которые Типа Почему они на английском Докладывают Пусть там Говорят по-русски Или Где переводчик Пусть переведут Но это Это очень сложно Делать Здесь Сама атмосфера Должна быть Или Или Ну допустим Делать Многоязычные С использованием Синхронного перевода Нужно понять Что это Очень дорого То есть Вот Безусловно В международном Конгрессе У нас Испанский Французский Английский Русский Язык Мы делаем Но То оборудование Которым Нужно обеспечить Сам этот Процесс Квалификация Лингвистов А это Не общие Вопросы Связаны Даже Условно говоря Мы все равно Отчеты делаем В электронном виде И они могут Заранее ознакомиться И знать Специфику Ну скажем Того О чем вещают Докладчики Да А здесь Настолько Узко Направленная То есть Такие Такая Достаточно Сложная Физиология Там Биохимия Биомеханика То есть Это Очень Специфичный Язык И найти Таких Синхронистов То есть Это будет Очень дорого Для того Чтобы обеспечить Поэтому В данном случае Там Вопросы То жюри Которое было Все таки Люди работают Уже Десятки лет В нашем вузе Уже знают Специфику Вуза Выступать В роли Синхронистов Нет Но Вести диалог Задавать Вопросы Уточняющие Там И так далее Ну То есть Здесь Делать Или так Или так То есть Нет смысла Нет смысла Смешивать Иначе Открытием Открытием Что научно-методическое И Вот слово Методическое Ну Мы как-то так Вроде С поправкой На ветер Что Поделились Какой-то идеей Да Но Есть Нужно понять Что этот сборник Моего Российский индекс Научного цитирования Для того Чтобы мы были В формате Эти публикации Они пригодились И Люди могли С ними ознакомиться Для того Чтобы он В сети Этот материал Находился Там есть Определенные требования Которые Предъявляются К подобного Рода Документов И Ну Я Ну Как бы Не особо Рапчу То есть Мне приходится Вручную Сидеть Вычитывать Редактировать Текст От 250 страниц Текста Такого Профессионального То есть Мне приходится Все это Вычитывать Прописывать Для того Чтобы он В итоге Соответствовал Требованиям Которые Предъявляются Для публикации Подобного Рода Чтобы его Могли Вывесить Чтобы он В сети Выкладывался Там В системе Е-лайберей То есть Чтобы можно было Сослаться На этот сборник Чтобы Ну то есть Там есть Много Таких Рогаток Которые Скажем Такой Околонаучные Околонаучные Публикации Захватил Годом Мы пытались Приглашать Учеников Людей Которые Имели Ученики Евгения Михайлович Которые Рассказывали Как они Вместе С Евгением Михайловичем Это бревно Несли Ну Понятно То есть Мне как ученику Приятно Слышать Какие-то слова И какие-то Но это В какой-то момент Вечер воспоминаний Да Это В какой-то момент Во-первых Это тяжело На бумагу положить И как-то Вот Придать этому Какой-то Наукообразие И В какой-то момент Это начало Уже Ну Уже Быть неинтересным Мягко говоря Значит Соответственно Евгений Михайлович Больше 50 лет Проработал В УЗИ Занимался Наукой Занимался Подготовкой кадров И я Для себя Решил Что Это реально Можно сделать То есть Проводить конференцию Молодых ученых Пришли К тому Что это Не кандидаты Наук Но Но вот Сейчас Мы допустим Новое То что мы делали Если на предыдущих конференциях Мы давали Трибуну Скажем Ну Уважаемым людям Которые уже Остепененные То есть Имеют степень Да И вот Мы как раз В ноябре Попробовали То есть Там были Пленарные доклады То есть Докладывал я Докладывал Доктор Профессор С физиологии На английском языке Докладывала Испанка И докладывала Сербка Это все было В рамках Ну Это как бы Профессура Докладывает На английском языке Это какие-то Такие вот Объемные вещи То есть Это вот В начале А потом уже Выступают Уже молодые ученые Вот на этой конференции Если вы говорите А что вы попробовали Нового Вот мы сделали То есть Там был Доклад Соответственно У Горбылева Алексея Михайловича Там были Представители Чайковского Там был Представитель Кафедры Физиологии Заведующий Кафедры По самбо По равновесию Интересная лекция Была Ну и Мой доклад О Чумакове То есть На русском языке То что я делал На английском Я говорю Ну теперь Меня немножко Пожурили Что я провел На английском Теперь Я вам доложу То же самое На русском То есть Мы как бы Задали Начало Ну такое было Вот как раз Пленарное Где мы И после этого Уже пошли Ну практически Все те Кандидаты на ОК Там Май Которые Под моим Там Руководством Готовились Которые Уже Подготовились Под руководством Моих Учеников Они прошли Эту трибуну То есть Ребята уже знают Они Это их Вот такое Намоленное место Где они приезжают И вот Зал заседания Где проходит Заседание Там докторского совета Где защищают люди Докторские Кандидатские Диссертации То есть Вот эта атмосфера Вот этот Там даже Когда на этаж Поднимаешься Уже одни портреты Ну да Ну да Ну то есть Вот эта атмосфера Она Плюс Достаточно Щадящая То есть То что Со временем Я пришел к тому Что Вчерашние Соискатели Они сегодня Уже сидят в жюри Уже там Директора института Заведующий кафедр И получается То есть Они Вчерашние Докладчики Соискатели Сегодня Они Уже сидят в жюри И они уже знают Что спросить Как спросить Чтобы не обидеть И в то же время Немножечко Подержать в тонусе Чтобы подготовить Ну как И в тренировочном процессе Подготовить к соревнованиям А соревнования Это защита Их будущей диссертации Поэтому На сто процентов Я уверен Что На правильном пути Не всегда нравится Качество Вот Год на год Не приходится То есть Скажем Качество Докладов Но В целом Как я считаю Линия выбрана Правильно Какая-то коррекция Происходит Вот в частности Я сказал Пленарные Делаем То есть Ну скажем Старшие товарищи Делятся своим опытом И Ну Задают определенные вектора По направлениям Я попрошу Чтобы вы представили Два Труда Это История Становления Самбо Написан Первый том Введение Написан Горбулевым Ну достаточно Такой объемный Труд Вот И Новая редакция Учебника Евгения Михайловича Чумакова Ростом уроков Самбо Вот Ну да Мы Как я уже говорил Что Столетье Евгения Михайловича Хотелось Сознаменовать Каким-то таким Хорошим Интересным Вкладом Да То есть Помимо самой Конференции И Пришло время В общем-то Не очень много Литературы По самбо То есть Не хочется писать Плохую А Ну Хорошая Это В общем-то Чтобы создать Хороший труд Это надо Очень сильно Трудиться И Конечно Я написал В предисловии То есть Уже После Ухода Евгения Михайловича То есть Мы издали В 98 Году То есть В 97 Году Он ушел В 98 Году То рукопись Которую В общем-то Он оставил Мы Причем До истечения 40 дней Родственники Отдали мне Рукопись Потому что Зная Что Уже Новую Редакцию Книги То есть Я Настоял На том Чтобы Хотя Ученики Евгения Михайловича Был такой Не очень приятный Инцидент Когда они сказали На каком основании Вы тут Книжечки Печатайте Мы там Я говорю Послушайте Я 35 лет Работаю Преподателем В УЗИ Я знаю Что такое Студент Что может Написать Студент И То есть Безусловно Вы что-то сделали Но Если бы не было Сам Евгений Михайлович То есть Ну Человек Очень скромный Очень Такой Интеллигентный Конечно Он там Написал Что Под общей Редакцией А Были его Студенты Он назвал Фамилии Этих студентов Они почему-то Решили Что Они являются Соавторами С Чумаком Это не так Но И Если посмотреть Старое издание Там было 100 уроков Борьбы Самбо И все И Я настоял на том Чтобы Евгений Михайлович Не так Должно быть Фамилии Чумаков Должно быть 100 уроков Не борьбы А самбо В широком смысле Если мы говорим И о самозащите И каких-то Других аспектах То есть Это гораздо шире Чем просто борьба А он с этим согласился Он с этим согласился И К сожалению Закончить он Не смог Но Основные Вот Моменты Мы С ним Обозначили Ну И Вот Мне удалось Уже в 98 Но там Об этой книге Можно рассказывать Просто даже Как детектив То есть Я нашел Через Не сразу А через Учеников Того художника Который В 71 Году Рисовал Эту книгу Устинов Виктор Михайлович Похожее Имя Отчество Как У Игуменов Виктор Михайлович Причем Он старше Даже Евгения Михайлович Евгения Михайлович 21 Года А Этот художник Был 19 Года На Юго-Западной Я Неоднократно Был у него Дома И Те рисунки Которых Не хватало То есть Я ему Эскизы Предложил И он Отрисовал То есть По сути дела В той книге 98 Года Рисунки По Самбо Которые он Рисовал В 71 Году И Которые Были Изданы В 98 Году Спустя Отрисованы Одной Рукой Но спустя Вот такое Большое Количество Времени И Собственно Горя В том Году Если Евгению Михайловичу Исполнилось 100 лет То книге Исполнилось 50 лет То есть Первая книга Вышла В 71 Году И в 21 Году Вышла Уже Современная Книга В 98 То есть Получилось 71 77 88 И уже После Ухода В Гимми Михайлович Четвертое Издание Было В 98 Это Получилось В 5 Издание Нет Нет Еще После Это 98 2002 2005 И И вот К столетию И к 50 Летию Я Причем В предисловии Написал Что Этот год Юбилеев 100 лет Евгению Михайловичу 50 лет Книги И На Сессии МОК Международная Федерация Была признана Как Мы не будем Говорить Как Олимпийская Дисциплина То есть Международный Олимпийский Комитет Признал Международную Федерацию Саму То есть Она Где-то Была Далеко А теперь Она Попала В фокус Международный То есть Это Ну Такое Серьезное Событие И Я Это В предисловии Отразил И написал Что Ну С 71 Года Прошло Очень Много Времени То есть 50 Лет Это Это Зрелый Человек Это Взрослый Человек Да И Безусловно Ссылки Допустим В 71 Году Они были На Источники 60 Годов И Это Было Бы Совсем Некорректно Для Современных Преподавателей Для Современных Тренеров Для Студентов Если Были Источники Были У нас Даже По Требованиям Написания Наших Дипломных Работ Наших Студентов Курсовых Работ Не старше Пяти лет Понятно Что Есть Там Какие-то Такие Фундаментальные Вещи Но Их Должны Быть Единицы А Основные Публикации Основные Диссертации Учебники Это Должны Быть Не Старше Пяти Лет Поэтому Я Написал О том Что Не Нарушая Структуру Я По Этому Содержанию Нашел Современные Источники И Ссылки Идут На Эти Источники На Этих Авторов И Отразил Тот Материал Который В Гене Михайловича Был В уроках В общем-то Спланирован Но Если Посмотреть Что у нас Получилось Три Еще Три То есть Это Седьмое Издание Это Седьмое Издание Оно Получилось Ну Как Минимум В полтора Раза Толще Достаточно Достаточно Такое Вкусное Но Оно Не Просто Издание Это Книга Книг Так Назовем Я Написал Что Столетие Учителя Посвящается Такой Оригинальный Сделали Дизайн Ребята Художники Где Используют Как раз Те Рисунки О которых Я говорил Виктора Михайловича Игумена Но Старая Школа То есть Он Рисовал В карандаше Эскизы Эскизы А потом Он Тушью То есть Да То есть Рисовал Тушью Причем Он разворачивал Перо Дозировало Нажим На Перо Для того Чтобы создать Всевозможные Выпуклости И какие-то Там Допустим Выемки Естественно Анатомические На теле Человека Но Это Старая Школа Я смотрю Эта книга Внутри Она Выдержала Стилистику Нет Здесь Ничего Не Что Здесь Добавился Раздел Самозащита Плюс Она По композиции То есть Легко Найти Материал То есть Скомпоновано Все Аккуратненько Там есть Оглавление Где Содержание Уроков Есть И В принципе Ну Я считаю Что Одна из Таких Неплохих Книг Где Ну Вот Это Так же Как Тактика Чумакова Тактика Борца Самбиста Когда Ее Читаешь Ее Можно Поставить Она Будет Так Красиво Стоять На Полке Но Если Начинать Ее Читать То Нужно Представить Себе Как Вживую Это Объяснял Чумаков То есть Здесь Очень Конечно Она Может Быть Написана Таким Немножко Суховатым Языком Но С точки Зрения С точки Зрения Когда Ты знаешь Как Этот Человек Демонстрировал Как Он Это Объяснял Она Сразу Становится Живой Эта Книжка Что Здесь Добавили Все Современные Документы Можно Сейчас Хочу Добавить Как Я Понимаю Что Те Издания Которые Которые Были Сделаны В Период Жизни Чумакова Они Скорее Сего Дополнялись Были Дополнены Именно Размышлениями О Самого Евгения Михайловича Ну Я Так Предполагаю А Сегодняшнее Вот И Вот Именно Это Издание Оно Дополнено Исходя Из Каких Материалов Каких Идей Мыслей Или Оно Просто Как-то Имело Собою Задачу Переиздания Нет Нет Безусловно То есть Оно Должно Быть Современно Я Сказал Что Меняются Правила То есть Меняются Правила А мы Не можем Печатать Правила 71 Года Соответственно Меняются Там Весовые Категории Меняются То есть Здесь Не нарушая Эти разделы То есть Которые Он обозначил Как теоретические Сведения Да То есть Мы просто Наполнили Современным Материалом То есть Не трогая Методику То есть Если Там Условно Рычаг Локти Или Передняя Подножка Лучше Чумакова Ну Сложно Было Бы Передать Потому что То есть Я как-то Пытался Даже Что-то Похожее Сделать То Могу Сказать Что Вот Настолько Лаконично Написано Настолько Оптимально Подобраны Слова Что Ну Лучше Лучше Не скажешь Да Я могу Сказать Что Ну Плюс Приложение Мы Ставили Его Таблицы Таблицы Допустим Принципальная Схема Всем известный Спираль Чумакова Не Переделывали Нет Здесь Она В принципе Учитывалась Плюс По Новое Присвоение Званий Мастера Спорта Разряды Массовые Разряды Мастера спорта Мастера спорта Международного Класса Присвоение Судийских Категорий То есть Здесь Эти данные В приложении Даны Но И соответственно В тексте Идет ссылка На эти Приложения Ну И Мы Конечно Сделали портреты Евгения Михайловича И Знаете Может быть Мы об этом Говорили В школе Которую Мы создали После ухода Евгения Михайловича Там Ну Помимо Портрета Хотелось бы Что-то Такое То Что Очень хорошо Характеризовало Евгения Михайловича Я Перерывал Ну Все книги Евгения Михайловича Разных Там Лет Особых Каких-то Философских Там Думаю Может где-то Сквозь строки Он что-то такое Что-то такое Изречение Какое-то Которое Можно использовать Как некий Девиз Ничего Не нашел Все Очень скромно Все Очень Аскетично Все Только Сам Я Попытался Сделать Некий Ну Скажем так Такая Реконструкция Своих ощущений А что ты Сам Думаешь То есть Вот это Сам Оно Оно Как-то Вот Стало Таким Нарицательным Да И У меня Это очень Хорошо Отложилось Я так Сразу Представил Себе И Самбо Ассоциируется Как раз Сам Да Вот Как-то Так Сложилось И Я написал Такие Три Три Шага То есть Это Неважно Это Можно Перенести На Любой Вид Деятельности Все Что Вот Попробуйте Там Изучение Английского Зака Там Или Что-то Другое Там Музыки В музыке Выбери Сам И Маленькими Буквами Бо Да Следующий Шаг Если Ты Выбрал Сам То Ты Познай Это Познай Сам Бо А Когда Ты Уже Это Познал Ты Можешь Это Развивать То есть Ты Можешь Двигаться Дальше Твори Сам Бо И Ну Соответственно Красивая Каллиграфическая Роспись Чумакова И Что самое Интересное Когда На Турнире Евгения Михайловича Там Висит Портрет Значит Где он Кстова На семинаре Тренеров Демонстрирует То есть Как раз Момент Уже Такой взрослый В сборномском Костюме СССР Своем Шерстяном Он Показывает Технику Тренером Такая Большая Фотография И Вот Это Вот Эти Вот Эти Слова Были Изображены И Приехали На Этот Турнир В память Евгения Михайловича Приехал Олег Сергеевич Степанов И Вячеслав Михайлович Хохлов Ну Они Вместе Тренировались Ну Олег Сергеевич Со своей Лентой С медалями Орденами Ну Я Куда-то Отошел Потом Подхожу К ним Они Говорят Сергей Евгеньевич А Где Это Когда Это Евгений Михайлович Сказал Мы С Ними Об Этим Не Говорили Они Сами Прочитали Это Я Говорю Ну Вы Примерили На себя То есть Это Разные Поколения Это Возраст Моего Отца То есть 38 Год А Да Говорит В десятку Я Говорю Значит Когда-то Сказал Ну Олег Сергеевич Там На Пригласительном Даже Это Переписал То Есть Ну Это Как раз Говорит О том Что Удалось Да Попал В середину Почему Потому что Несмотря на то Что Разница У нас Возрасте Вот такая Большая Там 25 лет И Люди Другого Поколения Люди Заслуженные Они Это Восприняли Как Действительно Некий Сублимат Вот Той Философии Несмотря На то Что он Это Нигде Не писал И не говорил Я взял На себя Ну Как бы Наглость Сделать Это Потому что Это Его Сущность Ну И Я в целом В предисловии Сказал Что Да Простит Меня Читатель То есть Я Не Исказил Сущность Того Что Тех Уроков Которые Были Я Я Просто Скажем Сделал Некую Такую Инвентаризацию Обновил Тот Материал Который Ну Не Статичен То есть Статичный Материал Я Его Не Стал Менять Потому что Еще раз Говорю Лучше Чем Евгений Михайлович Никто Ну Вряд Ли Сформулирует Потому что Он Был У нас На Кафедре Был Признанный Методист Когда Нужно Было Срочно Подготовить Какие-то Письма Какие-то Пособия Какие-то Комментарии Всегда Шли К Евгению Михайловичу Там Как Называл Игуменов И Эту Манян Наш Аксакал Который Всегда Писал Нужно Нужно В стиле Правильное Письмо Которое Ну Всегда Работало Поэтому Ну Вот Я Считаю Что Не Стыдно Засадеянное То есть Я считаю Что Книжка Получилась И Тоже Мы Успели К 16 Ноября Как Раз К нашей Конференции Спасибо За Такой Труд За Новое Издание Я думаю Многие Любители Профессионалы Изучают Самбо Да и Другие Виды Единоборств И Боевых Искусств С удовольствием Ознакомиться С Новой Редакции Дополненной И сейчас Давайте Мы Вернемся Книге Алексея Горбулева Видного Деятеля В изучении Истории Самбо Который Издал Первый Том Трехтомника Нет Нет Он Восемь томов Восемь томов Да Мы сделали с ним Недавно Небольшое интервью Это История становления Самбо Первый том Видения И Вам Слово Немножко Рассказать Ваше мнение Об этом Труде Горбулева И вообще Как Вы Слово Дело в том Что Получилось Так что Я невольно Тоже В общем-то Участник Процесса Алексей Михайлович Меня попросил Написать Предисловие Честно Скажу Было Очень Сложно Писать Даже Не Из-за Того Что Подбирать Слова Или Какие-то Строить Правильные Предложения Вопрос В том Что Ну На протяжении Ну Количества Лет Мы Приглашаем Алексея Михайловича И Многие Материалы Которые Здесь Представлены Они Публиковались В сборнике Евгения Михайловича И В общем-то Представляли Ему Там Хорошее Такое Время Там И 30 Минут И 40 Минут Когда он Докладывал Такие Захватывающе Интересные Материалы По Направлению Исследования Истории Самбо Безусловно Те Люди Которые Сегодня Допустим Да Есть какие-то Состоявшиеся Представления Об истории Но Откуда мы их знаем Да Мы знаем О тех Книжках Лукашева Да Родословная Самба 10 тысяч Путей к победе Там И были Схватки Боевые То есть Ну и какие-то Отдельные Еще Книжки Где Ну В общем-то Переписывается Из одной В другую Какие-то Общие Подходы Алексей Михайлович Он немножечко Такой Бросил Вызов Всему Так сказать Нашему Сообществу И попытался Ну По каким-то Другим Скажем Видеем Но как Профессионал То есть А Я таких Называю Людей Со свинцовым Извините За выражение Задом Которые Способны Сидеть В архивах Собрать Этот материал Эксклюзивный И вот Алексей Михайлович Как раз Относится К категории Таковых То есть Он и знает Где взять Он и знает Что взять Он Очень хорошо Говорит Об этом То есть Это характеризует То что Он достаточно Глубоко В теме И Видимо По наследству От отца Досталось Потому что Он у него был Военный Журналист Он и пишет Неплохо Хотя Я То есть Я писал Предисловие К этой книге И Я сказал Что Это точка зрения Художника Да Он имеет Право На Своё Видение Этого Процесса Но А если Это видение Ещё Подтверждено И подкреплено Фактическим В общем-то Материалом То Конечно Это Превращается В определенное Такой Серьезный Труд Фундаментальный Который Ну В общем-то В общем-то Даёт Основания Нам В общем-то Принимать Этот материал Как В общем-то Достаточно Серьёзное И Ну Скажем Такой Энциклопедический Да То есть Как мы говорим Что То Что Действительно Имеет Очень Хороший Имеет Хороший Фундамент Под собой Читается Сложным Честно Скажу Допустим Нужно Обладать Определённой Усидчивостью И Самое главное Мотивацией Чтобы Это Прочитать Чтобы Ну Вот Такой Сложный Труд Он Читался Как Там Увлекательный Детектив Да То есть Здесь Нужный Человек Должен созреть То есть Для Прочтения Этой Книги Чтобы Не Фрагментарно А чтобы Вот он Сел И Я вспоминаю Свои Там 16 лет Когда Я читал Мастера Маргарита Которые Мне принесли Завёрнутые В газету Просто Распечатанные Машинки То есть Вот Мастера Маргарита Я прочитал За одну ночь Да Свои Вот Воспоминания Юношеские Здесь Нужно Чтобы Вот Тот человек Который Берёт В руки Эту книгу Чтобы он Был Немножко Голоден Да Ему Хотелось Прочитать Что-то Узнать Новое Там И так далее Многие вещи Будут Непонятные Они будут Возможно Кого-то будут Раздражать Но Ещё раз Это мнение Автора Которое Базируется На Архивных Материалах На Его Заключениях И Ну Да Вот У нас Даже Сложно Было То есть Когда Мне нужно Было Подписать Эту книгу Ну Не просто Как Мне То есть Я Исключил Руководителя Научно-методической Комиссии Всероссийской Федерации Самбо Потому что Ну Василий Борисович Шостаков Очень просто Сказал бы Сергей Евгеньевич Чем больше Чем больше Будет Хороших Книжек Тем Будет Лучше Для Самбо Поэтому Я Вот Выступил В роли Профессора Кафедры И Руководителя Технической Комиссии ФИАС Чтобы Ну Не Представлять Интересы Организации Которые Не В общем-то Не Принимают Сложно Сложно Но Я считаю Что Нужно Спасибо Сергей Евгеньевич У меня Еще есть Вопрос К вам Он В общем Звучит так Здоровеизберегающие Технологии В спорте И в боевых Искусствах Единоборствах И в частности Самбо На ваш взгляд Самбо Как метод Гигиенический И здоровеизберегающий Имеет ли Место Быть Можно ли Рассматривать Самбо Вот как Вы Кстати Рассказывая Книги 100 уроков Самбо И сделали акцент Что Здесь не говорится О борьбе Самбо О Каком-то там Прикладном Самбо А самбо Как вот Как в какой-то системе Комплекс Каких-то Знаний Ну В принципе Мы как-то привыкли Что это борьба Да То есть Это вот Такая Потрепанная Куртка Там Зашитые Как раньше Было Через край Сейчас С этим Немножко Попроще Борцовки Соответственно Наколенники Такие Бинты То есть Это вот Ну такой Образ Самбиста И Ну наверное Наверное Это тоже Определенная Эпоха Да Определенные Воспоминания Там Теплые Воспоминания Зал Зал Такой Немножко С Легким Таким Запахом Пота Такого Мужского То есть Это Ну как Ну это Нормально Мы как бы Вышли из этого И Это заслуживает Уважения Дело в том Что Сегодня Говоря о Скажем Спортивном движении То есть Мы Как Россия Как Правоприемница Советского Союза То есть Система Физического Воспитания Которая Была Создана Да В Союзе То есть Главная цель Спортивной школы Да Безусловно Мы говорим И воспитание И Я сейчас Кстати Готовила Там Лекции Мультимедийные пособия И Мы говорим Что Там Образовательное Воспитательное И оздоровительное И Представляете У меня То есть У Матвеева То есть Это Вот Функция Физического Воспитания И у меня Вот Слово Слово Оздоровительное Никак Оно Не Бьется Да Ну то есть Вот рука Не поднимается Я Написал Развивающая Функция Ну Безусловно Я там Написал Психические Физические Качества Творчество Там И так Дело В том Что Мы Говорили Что Спорт Он Тождествен Здоровью То есть Спорт Он Содействует Что Человек Становится Здоровее Но К сожалению Это Не так То есть Люди Которые Выбрали Спорт И Считают Что Да На пути Достижения Этих Спортивных Высот Они готовы Жертвовать Своим Здоровьем То есть Это Их Выбор Да Кто-то Применяет Допинг Кто-то Там Гоняет Вес По 10 Там И больше Килограмм То есть Это Выбор Они хотят Быть Чемпионами И Так Воспитывать Спортивная Школа И Школа Олимпийского Резерва То есть Возможные Там Интернаты И Школа Высшего Спортивного Страна Все заточены На Достижение Максимального Спортивного Результата Ну Чемпионов Единицы А Народа Много Занимаются Этим Да И Вы прекрасно Знаете Что Весь мир Живет Иначе Да Вот этих Спортивных Школ Если мы Куда-нибудь Там Окунемся Допустим Во Францию То есть Спортивная Есть Государственная Система Поддержки Есть Подготовка Сборных Команд Есть Но Допустим Там Миллион Почти миллион Занимающихся Дзюдо Ну Не буду Ошибусь С цифрой Под миллион Занимающихся Дзюдо А это Все Частные Клубы То есть Сеть клубов Они смогли Создать Вот такую Мощную Сеть Я не говорю Другие виды Спорта Как Аналог Какой-то Да То есть Самбо Тоже Есть Но не В таком Объеме Они Как-то Выживают Они Как-то Готовят И готовят Спортсмены Высокого Класса А остальные Чем Занимаются Да То есть Вот Вот эта Разница Между Тем Это Просто Пример Одной Из таких Развитых Стран Ну Я Видел В различных В азиатских Странах В европейских В Панамерике Да То есть В различных Странах Был И В различных Клубах И общался Как они Существуют Как они Выживают То есть Там Есть Масса То есть Люди Приходят В клуб Им нравится Они Не занимаются Этим Единоборством Но Никто Не Говорит Что Вы Завтра Станете Чемпионом То есть Это Не Главная Задача Главная Задача Быть Членом Этого Клуба То есть Заниматься Тем Чем Занимаются Люди Которые Приходят Сюда Они Сделали Выбор Они Готовы За Эту Услугу Платить Деньги Из этой Среды Когда этих Клубов Много Когда Этих Занимающихся Много Из этой Среды Пробиваются Те Кто Идут Наверх Которые Участвуют В каких-то Крупных Международных Это Их Выбор То есть Они Сказали Что Мы Готовы Какое-то Время 5-10 Лет Посвятить Себя Чтобы Карабкаться На этот Олим Основная Масса Людей Просто Приходит Из-за Того Что Им Нравится Кому-то Нравится Скандинавская Ходьба Кому-то Нравится Джогинг Кому-то Нравится Слетать На лыжах Или на Досках С вершины Испытывать Адреналин И так Далее А Это Одна Из Форм Физических Упражнений Которая Абсолютно Органична Которая Понятна Которая Прикладна Которая Развивает И физически И Характер В общем-то Формирует Человека Плюс Обеспечивает Какими-то Прикладными Навыками Ну как мы Говорим Это и безопасно Приземлиться В случае Если допустим Вы падаете Это Спрогнозировать Возможную Конфликтную Ситуацию И Выйти Сухим Из воды Из этой Ситуации В случае Какого-то Физического Или там Контакта Ну Уйти С наименьшими Потерями То есть В принципе Вот Единоборство Самбо в частности Может быть Таким Клубным Да Клубным Видом Единоборств К сожалению Вот У нас В стране Такого Опыта Ну То есть Он есть Но Он Не Столь Популярен Как Допустим К сожалению Вот Как мы Говорили Уже Маркетинговая Составляющая Самбо Она такая Достаточно Скромная Назовем это Так То есть Ну Пойти Заняться Допустим Кравмага Да Кравмага Звучит Так Одно Название Ради Того Чтобы Этим Заняться Хотя По сути Дело Когда Я Разговариваю Там Со Специалистами Там Представители Израиля Они говорят Ну Сергеевич По большому С счету Это Самбо Да Но Люди Несут Деньги Люди Занимаются Люди Но Все То же Самое Есть В Самбо Но К сожалению Самбо Оно Знаете Оно Как Пыль Под ногами Есть И есть Да Что там Такого Особенного Все Очень Доступно Все Очень Просто И В любой Момент Мы Мы можем Этим Воспользоваться К сожалению Это Наверное Наша Такая Общая Беда То есть Из-за Того Что Это Наше Это Доступно Протяни Руку Вот Оно Есть Самбо То есть Дидц Чем Кравмаг Или Что То Иное Да То есть Вот Для Мне Не Нужно Это Яркое А Для Сегодняшнего Для Сегодняшнего Потребителя Назовем Так Для Родителей Детей Которых Они Приведут Они Смотрят Они Видят Они Смотрят Телевизор Они Смотрят Интернет И Соответственно Им Предлагают Вот Эти Вот Яркие Вспышки Чего Либо Да Каких-то Боевиков Там И так Далее И Они На это Реагируют Но Я Очень Хорошо Помню Время Когда Бум Был Карате Как-то Вот Может Быть Это Мое Внутреннее Приятие Всего Того Что Чем Занимаются Все То есть Знаете Такая Обратная Реакция И Как-то Вот На меня Это Никак Не Повлияло Я С уважением Отношусь Знаю Много Тренеров По карате Людей Которые Успешно Занимаются Ну Как И все Параллельно Как Занимаются Волейболом Или Баскетболом Или Хоккеем Ну С уважением То есть Люди Люди Занимаются Физическими Упражнениями То есть Это уже Хорошо Они не сидят На попе И Они Они Занимаются Это уже Заслуживает Уважения Сергей Сергей Евгеньевич В завершении Нашего Разговора Я хочу Чтобы Вы Может быть Смогли Представить Или Может быть Уже Есть Такая Личность Я Этот вопрос Задал Алексею Горбулеву Спросил Может ли Он Назвать Сегодня Личность По Значимости В развитии Самбо По уровню Которые Допустим Личности Ощепкова Спридонова Холампиева И Чумакова Кто Сегодня Мог бы Вот Так Ярко Так же Как Эти Личности Взять На себя Делегирование Вот Такого Сам Сам В Мировом Масштабе Ну Я думаю Что Я так Даже Не представляю Себя Но Знаете Как Я думаю Что У каждого Времени Есть Свои Люди И То есть Сейчас На расстоянии Мы говорим Об Ощепкове Спиридонове В таком Восторженном Тоне То есть Они у нас Какие-то Такие Вот Знаете Образы Такие Очень яркие Такие Прочти Как на Карл Маркс Фридрихи Энглиса И Владимир Ульянов Ленин На самом деле Я уверен Что в то Время Они были Обычными Рядовыми Гражданами Страны Ничем Не Выделявшимися То есть Это спустя Какое-то Расстояние Знаете Как Большое Видится На расстоянии И Поэтому Мы сегодня О них Говорим То есть Но Возможно Придет Время И Кто-то Наверное Скажет Что там Были Люди Ну Если мы Возьмем Дого же Ну там Федора Да Я Почему-то Думал Ну Боец И Боец Да То есть Вот так Сложил Время Да И Однажды Нас попросили Сделать Я даже Не помню Просто интервью По поводу Там Вот этой Системы Разрядной И Мы приехали В школу Вот там На Сахалинке И Федор Демонстрировал Технику Ну Как-то Сергей Что показать Любимый Свой Тип И Когда он Начал Показывать Показывал Как раз Нашими Ребятами С учениками И Дима Герасименко Сказал Сергеевич Ну Я С разными Спортсменами Стоял В спарринге Ну Прошел В общем-то Так Немало Поездил По Белу Свету В лагерях Он говорит Ощущение Как будто Что-то То есть Когда он Выполняет Технику То есть Что-то Такое Космическое Да То есть Человек Такой Импульс То есть Бросок Как удар То есть Он какой-то Такой Стремительный Мощный И это Просто ощущаю Как меня Уносит Это вот Скажем Изнутри Да Вот эти Ощущения То есть Человек Себя Нашел Человек Себя Создал Безусловно Этому Способствовали Тренеры Специалисты Которые Привлекали Но С точки Зрения Вот Такой Своеобразной Иконы Там С сегодняшнего Времени На Которую Реагируют Там Иностранцы Они Его Узнают И То есть У них У них Ассоциируется Саба Именно с Федором С Федором И Ну В этом Ничего плохого Нет Я просто Знаю Федора Это очень Интеллигентный Очень воспитанный Человек Всегда Приветлив Не Скверного Слова Не скажет Но Плюс Те достижения Скажем Спортивные Какие-то Вот эти Боевые Наверное Наверное Вот К сожалению Занимается Там ММА Продвигает ММА Но Если К нему Федерация Обращается С тем Чтобы Какие-то Проекты Подержать Он никогда Не отказывает Поэтому Ну Это Немножко Другое То есть Не похоже На Ощепку Не похоже На Спиридонова Чумакова Или Харлампева То есть Это Немножко Другое То есть Это Некий Такой Символ То есть Те Больше Методисты Специалисты Которые Там Разрабатывали Все это Продвигали Там Находили Какое-то Своё Представление Об этом Потому что Каждое Ну Да То есть И Харлампев Хороший Методист Был И хороший В общем-то Практик Да То есть И как Педагог У Евгений Михайлович Это вообще Такое Знаете Вот Интеллигентное Что-то Такое Рафинированное Такое Все Аккуратненько Но И при всем При этом Конечно Фундамент Был Это конечно Хорошего Практика Ну Плюс Психолога Такого Бытового Там Очень Тонкого Педагога То есть Мне задавали Вопрос Как должен Себя вести Педагог Вот Сегодня Было Я не знаю По Россия Один То есть Приводит Пример Там А вот Вы знаете А вот Этот Матюгами Обкладывает Там Своих Там Карполь Допустим Да Вот он Орет Он разговаривает На этом языке С ними Задавал Вопрос Там Специалистам Туманяну Свечеву Там Ну Евгений Михайлович Чумаков Сдал Как должен Вести себя Тренер На Соревнования Ну И Там Туманян Начал Там Какие-то Высокие Матери Понимаешь Здесь Очень Важная Индивидуализация Пятое Десятое Свечев Говорит Ну Все Средства Хороши То есть Если Цель Стоит Медаль Золото Выше Ступень Пьедестала Почет Значит Все Средства Хороши Евгений Михайлович Говорит Что Есть Учебный Процесс Вот там Вы можете Моделировать Все что Угодно Хотите Там Бутылками Пластмассовой Забросать Хотите Там Свистите Хотите Свет Выключите Хотите Просто Всех Спортсменов Настроить Против Одного Хотите Засуживайте На тренировках Чтобы Подготовить Его к будущей Деятельности Чтобы он Там был Максимально Защищен То есть Он был Готов К этой Деятельности Но На соревнования Нужно Просто Фиксировать Происходящее То есть Нужно Нужно Как Тренировочный Процесс Это Учебный Процесс Не важно В школе В институте Где-то Аналогично Потом Приходит Пара Рубежный Контроль Или Как мы Говорим Микрозачет Или зачет Или экзамен Соответственно То есть Если Мы даем Что-то Нашим Ученикам Потом Мы должны Получить Обратную Связь Насколько Усвоили Наши Ученики Тот Материал Который Мы им Предложили И Если Представьте Себе На Экзамене Студент Пришел А вдруг Профессор Ему Начинает Через Каждое Слово Подсказывать И Студент Будет Смотреть С удивлением На него А потом Чьи знания Мы оценим Кому Мы оценку Будем ставить Поэтому Когда Тренер Сидит На стуле Уже Таком Прединфарктном Состоянии И уже Сосившим Горлом И пытается Подними руку Правую Подними руку Левую Подними ногу Правую И так далее Наклонись Уприси Убегай Тяни Ну то есть Получается Что Чаще всего Тренер Просто Выплес Своим эмоциям Проявляет Нежели Приносит Пользу Своему ученику То есть И Если вы Спросите У учеников Которые Которые Уже В преклонном Возрасте Еще живы Сегодня Они скажут Ну У Евгения Михайловича Была такая Кличка Как Бухгалтер То есть Он приходил С тетрадочкой Садился В крылышках Советов На Скифовский Свою Трибуну И сидел Записывал Что там Демонстрируют Его ученики Ну Они приходили Вот Евгений Михайлович Выиграли Молодец Ну Вот Проиграли Ну Хорошо Будем Работать Все То есть Зафиксировали Скорректировали Учебный Процесс Пошли Дальше То есть Для того Чтобы понять Кто же Выиграл Не Тренер Должен Подменять Спортсмена И рассказывать ему Как же он должен Потом здесь Нужно Совершенно четко Понять Что Мы В итоге Формируем Да Знания Умения Навыки То есть Сообщаем знания Формируем умения И совершенствуем навыки Это Когда навык То его Невозможно Голосом Исправить То есть Ну Какая-то Статическая ситуация Можно еще Как-то Скорректировать Но навык Голосом Не исправить Голосом Можно исправить Знания Голосом Можно исправить Скорректировать Умения На стадии Формирования Да А когда Идет Борьба Автоматизмов Когда Кто Кого То есть Темп Очень высокий Реагирование То есть Человек Превращается В такого В общем-то Ну Не робота А такую Машину Которая Стремительно То есть Там Мозг Работает Как компьютер Чудовищно Быстро И принятие Решения Оно Не предполагает Оценку Еще и Какого-то Внешнего Звукового Сигнала То есть Если фоном Это идет Знаете Как Там Инфошум Такой Знаете Из зрительного Зала Из зрительного Зала То есть Ну Вот он Привык Что Там Кто-то Орет Это Для него Это Комфортно Я Наверное Много Очень Рассказал Нет Ну Мы Что-то Может быть Скорректируем Что-то Ну Сергей Евгеньевич Спасибо Вам За Беседование А Что Сказал Горбылев Что Сказал Горбылев По Поводу Личности По Поводу Личности Да Он Что-то Во-первых Сказал О том Что Вы Сказали Иногда Бывает Близкое Не Видно Чем Далекое На Его По Его Взгляду Он Пока Не Видит Ничего Да Он Сказал Что Он Может Так Охарактеризовать Что Период Начало Становления Самбо Ощепков Спиридонов Там Харманд Это Люди Которые Внесли Такое Разнообразие Технического Арсенала То есть Систематизация Вот этих Приемов Там Все это Рассмотрели Это Один Период Был Что Касается Чумакова То Он Внес Научность Самбо И Более Он Пока Никого Не Видит Но Может Он Говорит Через Какой-то Период Времени Мы Увидим Еще Какую-то Часть Самбо Вот Но Для Меня Вот Сейчас Вы Сказали Это Далекое Близкое Я Я Посмотрел То есть Когда Начали О Чумакове Говорить Как О Выдающемся Педагоге Человек Который Внес Некий Научный Вклад В развитие Самбо Наверное Не в годы Его Прям Жизни Наверное Я не думаю Что Признание То что Там были Моменты Когда На чемпионате Советского Союза Больше Половины Были Его Ученики То есть Вот Это Признание Ну Признание Как Тренера Но Как Выдающаяся Личность В Свете Исторического Такого Объема Самбо Наверное Вот 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 Только Вот Сейчас Начинается Ну Последний Там Сложно Я могу Сказать Что Вообще Сама Не Очень Хотел На Камеру Говорить Да Что Сам Сама Публика Она Такая Своеобразная Да То есть Кто Это Может Оценить Глубину Всего Да Может Кто Ты Даже Не Знает Даже Из Самбистов Ну То есть Ну Слышали Ну Чумаков Ну Книжка Ну Кто Увлекается Этим Всем Да Глубоко Глубоко И Также Я вам Скажу Что И Мы Сейчас Говорим Про Ощепкова Спиридон Харлам Пройдет еще 10-15 лет И Это Будет Просто Какая-то Фамилия В книжке Где-то Да Скорее 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 Да Здесь Сложно Сказать То есть Ну да Как-то там Где-то Обозначились Все Все То есть Сейчас Вновь Интерес К этому В связи С тем Что там Памятники Там Еще Что-то Такое То есть Какое-то Пытаемся Что-то Такое Возродить Но Не факт Что дальше Что-то Будет Какой-то Сам Сам Контингент То есть Я Ну вот Я езжу На семинары То есть Хорошие Хорошие Слушатели Возбуждают То есть Они Заставляют То есть Почему Я Соглашаюсь Еду Общаюсь Когда Есть Некая Такое Ну Слово Провокация То есть Они Провоцируют На Поиск Провоцируют На Поиск Когда Ты Раз Получай Где-то Там Буксануло Во время Лекция Что-то Да Что-то Я Это Что-то Что-то Я Как-то Как же Это Я упустил Точно Упустил А Когда Ты Понимаешь Что Ты Не Напрягаясь Можешь Даже Не Готовясь Что-то Прочитать Это Деградация То есть Ты Понимаешь Что Ну Я Сейчас Вспоминаю Своих Первых Студентов Когда Там Кто-то Вспомнил Когда Пацанам Сказали Про Молочную Кислоту Что Меньше Надо Кефира Пить Потому Что Молочная Кислота А Это Вообще Не Из Этой Оперы И Когда Будучи Студентом Пришел И Вспомнил Об этом Один Из Наших Мастеров Спорта Воспитников Вот Там Была Вот Такой Ляп Сергей Игенович Тоже Там Ваш Там Ну Я Говорю Ну Это Жел Шутка Была Ты Понимаешь Не Про Себя Про Другого Тренера Это Ж Шутка Была А Ты Прям Все Буквально Восплин Такой Раз То есть Там Были Студенты Которые Ну Там Из 10 Человек Там Пятеро С отличием Закончили С отличием Общий уровень Значит Говорила Достаточно Хорошую Подготовленность Этих Студенты Когда Готовясь На занятия С ними Нужно Было Прочитать Нужно Было Повторить Нужно Было Плантик Составить Не просто Так С листа Ну Что Я вам Сегодня Покажу Нужно Было Так Уже Чутко Границы Очертить